Добрый день, это программа тема дня по пятницам. Сегодня мы говорим обо всем прекрасном, удивительном, актуальном, обо всех аспектах красоты. С человеком, который знает о красоте не понаслышке и является профессионалом в области красоты, потому что это руководитель сети салонов Татиус, Татьяна Казаева. Итак, всем привет. Добрый день, Татьяна. Наша тема дня красота до кончиков ногтей, чем как раз и занимается салон Татиус. Ну а всем нашим слушателям я хочу сразу же сообщить с удовольствием, что у нас есть номер прямого эфира, телефон 3190. Можете звонить, задавать свои вопросы Татьяне. Итак, Татьяна, вот у вас, наверное, еще все праздничное настроение, потому что мы только-только встретили Новый 2020. А, точно. Она у меня каждый день праздничная, вообще каждый день праздник. Как вам это удается? А вот так удается работать в таком прекрасном женском коллективе и в окружении таких хороших людей, вот всегда будет хорошее настроение. То есть работа, она дарит то самое вдохновение, с которым вы к нам пришли сегодня. Да. То есть вы сразу с работы? Конечно. Нет, если честно, не совсем сразу с работы. Я только что была в администрацию города Твери. Так. Потому что меня наградили почетный грамотный за первое место по новогоднему оформлению. То есть я на самом деле не первый год. Это такие награждения, подарки. Кстати, это все с подарками. Сегодня досталась такая шикарная картина от администрации города. И это было очень приятно, потому что на нас обращает город внимание и поощряет нас тем... Знаете, когда трудишься, стараешься, украшаешь, а потом, когда это замечает город, это очень приятно. Спасибо. Поздравляем вас с этой победой. Очередной вашей победой. Желаем, чтобы вот в новом, наступившем 2020-м, побед было как можно больше в вашей жизни. Дай бог. И в жизни Таддиуса. Ну, наверное, у вас, чтобы были эти победы, есть большие планы на 2020 год. Вы знаете, у нас всегда есть большие планы. У нас есть в нашей школе обучения большие планы, новые программы. Мы в прошлом году, в позапрошлом году запустили Татю Снейл в наших фирменных линейку материалов по наращиванию, по дизайну ногтей. Да-да, у нас есть Татю Снейл, который успешно, большими успехами пользуется по России. То есть мы продаем на всю Россию. И мы будем стараться расширять цветовую гамму, делать качество более достойным, более хорошим. И у нас еще, на самом деле, очень много всяких планов, но про них я пока рассказывать не буду. Но обо многом мы все равно поговорим. И о материалах, которые у вас используются, и какой спектр услуг. Также мы сегодня в нашей программе затронем обязательно тему обучения специалистов в салоне Татю С. И как можно попасть на работу к Татьяне Козаевой. Ну, а пока уже приступили ли вы к реализации этих планов? То есть вот закончились праздники, вы сразу вышли на работу? Вообще, на самом деле, я и не уходила с работы. Я постоянно работаю, я очень люблю свою работу. И, в принципе, у нас нету никаких таких больших праздничных дней. Мы отдыхали только 31-го, 1-го, 2-го, все. А так мы постоянно работаем. Я люблю свою работу. Прихожу сюда в субботу. В воскресенье прихожу. От работы дохнут кони на вакеа бессмертных поде. Ну, а по пятницам вы приходите на радио Монте-Корло. Здесь тишок мы еще какой-нибудь найдем. Обязательно. Итак, Новый год и, наверное, какие-то будут новые тенденции. Что-то модное, актуальное. Следуете ли вы за тенденциями, Татьяна? Вы знаете, я вообще и сама, и всем рекомендую придерживаться моды. Но не совсем ее прям следовать. Ну, может быть, вот, например, такой пример, что, например, короткие ноги одевают брюки, которые спадают до колен. Они так короткие, они еще их укорочивают. Опять про того пони, да? Что-то у меня сегодня пони популярны. Либо же толстые пальчики, ну, красивые пальчики, широкие ногти. Извините, пожалуйста, их надо удлинить. Какие здесь квадратные, короткие ногти. Здесь надо их сделать какими-то овальными, подлиннее. То есть нужно смотреть на моду, но смотреть еще на свою внешность, что подходит ли это. Да, поэтому есть вещи, которые всегда актуальны. Это, например, классика, да, классическая шпилька. Тухли на шпильке, они были, есть и будут в моде. Какие-то определенные каблучки, конечно, когда-то в моде, когда-то нет. Но, опять-таки, нужно учитывать особенности строения тела. Фигуры, пальцы, да, и тут про ногти тоже самое, про руки. Надо смотреть про цвет ногтей, да, если там блондинка, брюнетка, какой цвет больше подходит. Коричневый, красный, бежевый, да. Смотреть, какой человек, какое настроение. То есть вот придерживаться надо будет. Индивидуальный подход тоже, да, к людям соблюдать? Обязательно. Каждому свое. Мы, кстати, уже успели расшевелить наших слушателей. Какая красота! У нас есть телефонный звонок! Алло, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна. Это ваша клиентка, постоянная, больше 20 лет. Обслуживаюсь в вашем салоне. Как вас зовут? Алло. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, добрый день! Здрасте. Что-то плоховато вас слышу, слышно мне. Не знаю, вы меня хорошо слышите или нет. Мы очень хорошо. Почу поздравить вас с праздниками, с прошедшими. Спасибо. И с словами большой благодарности к мастерам, которые работают в ваших салонах. Я делаю и бронхи, и ручки, и ноги. Педикюром часто у ваших мастеров обслуживаюсь. Педикюр делаю. Была возможность сравнить работу мастеров не только вашего салона, но и салонов, которые поближе к моему месту жительства находятся. Но цена и качество у сотрудников ваших салонов вне конкуренции. То есть настолько девочки с душой работают, обслуживают, но только что не поцелуют. Всегда внимательные, администраторы внимательные, чай-коши предложат. Потом всегда обращаю внимание на то, что все стерильное, белоснежные полотенца, атмосфера домашняя, уютная. Очень хорошо, все очень приятно. И просто не хочется менять мастеров, уходить куда-то. Хочется продолжать с вами вместе по жизни. И успехов вам, процветания, клиентов побольше благодарных. Всего хорошего и расширяйтесь, и радуйте нас, ваших постоянных клиентов. Спасибо за добрые слова, а мы будем для вас стараться. И наша команда Татюс к вашим услугам. Галина, спасибо огромное за звонок. Еще больше праздничного настроения у нас. Вот мы будем держать планку в течение всего года, аж до следующих праздников. Татьяна, я хочу сказать, что когда говорят про моих мастеров хорошие слова, вы не представляете, как мне это приятно. Это как той маме, которую про ребенка. Говорят, ваш ребенок самый лучший, самый талантливый. Вот когда это говорят, для меня столько радости, слов нет. Вот Галине большое спасибо за звонок. Все, что делается, оно не зря. Осознание этого действительно дарит еще больше душевных сил, а еще больше, когда душевных сил у человека, еще больше будет потом даваться клиенту. Конечно. Да, такой взаимообмен энергии. Спасибо. Скажем, давайте обмениваться энергией в эфире радио Монте-Карло. Звоните по телефону нашей студии 300-190 с вопросами, пожеланиями. Ну, скоро весна, Татьяна. Как будем расцветать? Как женщине расцвести с приближением весны, чтобы ей радоваться потом? Если честно, вот мне как женщине, мне что зима, что весна, что лето, пусть они цветут всегда. Мне вот без разницы, делать педикюр летом, зимой или весной, как некоторые, да. Педикюр я делаю только летом, когда видно ноги. Нет, педикюр нужно делать всегда, потому что это прежде всего для здоровья. И ноги нужно не скрывать в течение всего года. И чувствовать себя комфортно. Ведь когда женщина красиво, чисто, комфортно одета, накрашена, с маникюром, с педикюром, который даже никто не видит, поверьте мне, она уже расцветает. Поэтому я всех женщин, всех вообще женщин призываю весна, чтобы у них была каждый день. И чтобы всегда было кому показать свой педикюр. Это где самое то. Добавим обязательно нашим тверетянкам, мы пригласим в сеть салонов красоты Татиус. Кстати, говоря, Татьяна, какие именно услуги оказывает сеть салонов? Мне кажется, мы сейчас все перечислили. Маникюр, педикюр, депиляция, наращивание ресничек. Вы знаете, какие реснички делают наши девочки. Завивка ресниц, то есть ламинирование. Парикмахерские услуги, продажа материалов. И, конечно же, наша шикарная школа обучения, которая находится в самом центре города Дверина, Советская, 45, корпус 1. Я вам хочу сказать, что в нашу школу приезжают люди даже из зарубежья, не только ближнего, а также и дальнего. Вот так, на Советской. У нас, кстати, недавно была девушка, из Германии училась. Так. Также была девушка. Вообще, если сейчас перечислять, нам даже эфирного времени не хватит, откуда у нас прилетают люди учиться. Именно вот на Советской находится центр обучения, или там же и сам салон красоты? Нет, нет, на Советской, 41, сам салон красоты. На Советской, 45, корпус 1, сама школа, которая уже существует более 20 лет. Так. То есть больше 20 лет, это сколько же времени, это представить себе? Мы выучили, я вот еще ранее считала, когда выучили более 3000 учеников, то есть более 3000 раз мы дали человеку профессию. Так. А что? А сегодня уже, наверное, больше. Со счета я сбилась. Так. Ну что же, мы продолжим говорить и о школе обучения Татиус, и о сети салонов красоты, и просто о том, как всегда быть прекрасной, как быть в чудесном настроении. Дадим советы женщинам нашего города через минутку рекламы. Тема дня на телеканале Тверской проспекта региона и на радио Монте-Карло. Сегодня мы говорим обо всем самым прекрасном, потому что такая погода за окном, такое весеннее настроение, уже солнышко почти весеннее светит, уже тепло, асфальт сухой становится, и я думаю, что да, от Нового года плавненько переходим в весну. У нас Татьяна Казаева, вы сегодня руководитель сети салонов красоты Татиус и телефон 3190, наш телефон в студии, который сегодня, как вы сделаете, не умолкает. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Ой, уже? Алло, здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, у вас вопрос какой-то или, может быть, пожелание в Новом году? Да, вы знаете, пожелание, конечно, самое лучшее. Мне очень нравится ваш оптимизм. Спасибо. Красота – это здорово, она спасёт мир, как известно. Но меня немножко интересует ещё и здоровье в плане безопасности. Так. Вот делаешь, например, маникюр, да? Так. Вот, и кратишь ногти, они потом сохнут, трескаются. Так. Вот, вот есть ли какие-то, вот, тем более вы говорите про новые методы, которые у вас будут. Вот есть возможность сохранить ногти здоровыми всё-таки, чтобы не было вот таких неприятностей? Так. Леночка, спасибо большое за вопрос. Спасибо, Лена. Это хороший вопрос, на который я с удовольствием вам отвечу. Понятно, что, во-первых, безопасность заключается. Если вы делаете в салоне наращивание ногтей или маникюр, это уже безопасно, потому что в салонах по сесс-нормам должны быть стерилизационные комнаты. Также должны стоять приточно-вытяжные вентиляции. Так. То есть вы в салоне находитесь в полной безопасности. Если к вам домой приходят делать или вы на дом идёте делать, вот там вы находитесь в опасности. У нас в сети салонов Туатиус все нормы, сесс-нормы соблюдены. Что касается нанесения материалов, то есть у нас качественные материалы, которые служат для защиты ногтевой пластины от внешних воздействий. У нас профессиональная продукция, которая предназначена защищать ногти, а не разрушать. Но если человек захотел всё-таки снять ногти и походить с натуральными ногтями без гелевого покрытия, то здесь вам предлагается процедура запечатывания. Это укрепляющая процедура для слабых, ломких, ослабленных ногтей, которые подходят идеально после снятия наручных ногтей. Процедуру запечатывания я сама очень люблю, но если честно сказать, я свои ногти никогда не снимала. Потому что я уже их ношу около 30 лет, и я их никогда не снимаю, но снимаю только на тот случай, если я хочу поменять на новые, то есть новое гелевое покрытие сделать. Почему я не снимаю? Потому что я уверена в качестве материалов, которые мы применяем в сети салонов Татюс. То есть придя к нам, вы получите то же самое качество, которое получаю и я. Не надо снимать ногти, особенно в летний период. Вот знаете, такой интересный момент, иногда клиент приходит и говорит, летом ногти я носить не буду, потому что я в грядках. Милые женщины, на лето обязательно ставьте ногти, потому что вы в грядках. Вы знаете, в земле очень много грибковых заболеваний, если ноготь открыт, если вы порезали или что-то еще там проткнули, то нужно обязательно хорошо обработать каким-либо антибаком. Но если ноготь находится под защитой гелевых покрытий или хотя бы даже лака, он уже защищен от внешних воздействий. Делайте ногти. Ну, конечно же, делайте у нас в Татюсе. Что я могу сказать? Потому что я отвечаю за качество и за стерилизацию всех инструментов. У нас есть, еще раз повторяю, стерилизационные комнаты во всех салонах и есть крафт-пакеты. То есть у нас есть определенные шкафы, где проходят все железные инструменты, дезинфекцию. И в наше время делать себе красивые ногти и быть с ними всегда – это абсолютно безопасно. Безопасно абсолютно, а наоборот защищает ногти от внешних воздействий. Даже полезно. Вы знаете, даже на ногах, особенно на ногах, когда летом ходите босиком, я рекомендую всем делать гели, делать гели Татюс Нейл, потому что они у меня безопасны для здоровья ногтей. И делать их надо обязательно в салоне, а не дома. Вот это вот отдельная тема разговора, если вам интересно, я расскажу. Вот интересно, что это за какие-то специальные шкафы, вытяжки, про которые вы говорили? Это СЭС-нормы, установленные законом Российской Федерации. И в салонах Татюс они полностью соблюдаются. Самозанятые не пройдут? Нет, конечно, откуда же у них вытяжки дома? Вы что? Дома не может быть, дома просто не может быть того, что есть в салоне. Но дома человек должен жить, но никак не работать. Я вообще категорически против работы на дому, потому что мелкодисперсная пыль, она крыльев не имеет, она в форточку не вылетает. Она может лишь только заменой воздуха, то есть приточной вытяжным способом, приточной вытяжной вентиляцией. Сегодня, когда женщина делает дома ногти, то есть кому-то, да, или себе, какая разница, то есть вся ее семья дышит пылью. Мелкодисперсная пыль оседает на бронхе, на легкие, и скапливается куча, то есть это неоперабельно, то есть это не оперируется. Это аллергия же, да? С аллергией это только начинается. Я не буду дальше говорить, чем заканчивается, это любой медик скажет. То есть в домашних условиях это очень опасно. Да не только ногти, также и стричь волосы, какими-то либо процедурами другими заниматься. Ну вообще, мой дом это моя крепость. Мой дом, моя крепость, туда нельзя пускать чужих и посторонних людей, особенно их обслуживать. Вы представляете, женщина работает на дому, и ее сын смотрит на маму, как мама-прислуга для кого-то. Ужас! Картина такая, маслом я бы сказала. А еще на кухне, где рядом варится борщ. Лучше прислужиться к Татьяне. Да, сейчас очень модно стали говорить, что... А у меня отдельная комната, у меня трехкомнатная квартира. Я говорю, а что, ваш клиент через окошко к вам лезет? Он что, памперс одевает? Он так же ходит в ваш туалет, он проходит в коридор. То есть это чужая энергетика, это уже нехорошо в вашем доме. Хочешь самостоятельности, возьми место в арену, сегодня много сдается. Не хочешь самостоятельности, прийди в салон. В салон Татьюс тоже можно прийти работать. Приглашаем и на работу. Да, у меня есть свободные места. У меня женский коллектив, постоянно кто-то идет в декрет. И причем не просто кто-то, а очень многие, даже уже по третьему разу такое у меня тоже есть. И всегда есть рабочие свободные места. А скажите, есть ли у нас в Твери такие мужчины-умельцы, например, которые занимаются ногтями? Конечно, есть, естественно. То есть это все не миф, что где-то там есть мужчина, который ноготочки. У нас проходили очень много обучения мужчин, которые сегодня работают не только в Твери в салонах, а также в Москве. Это нормально, приходите. Кстати, вот если человек хочет у вас обучаться, может ли он потом устроиться на работу к вам? Вы знаете, я вообще люблю у себя оставлять после центра обучения Татьюса. Потому что я знаю, что я человеку дала, что с него спросить, а как он это сделает. Но вы не думайте, что я всегда только самых лучших учеников все оставляю. К сожалению, нет. Иногда просто вижу, что человеку нужна помощь, его нужно поддержать, иначе он потеряется. И я в таких случаях тоже оставляю людей, их подтягиваю. Но вот по-разному бывает. Ну тоже, кто-то же с удовольствием будет заниматься, а у кого-то, может быть, талант есть к тому, чтобы красотой заниматься. Да, кто-то просто обучился и не стал вообще этим заниматься, а не захотел. А еще бывают случаи, когда мама пихнет дочку в центр обучения, та хочет медиком работать, а она на ногти ее учит. Я спрашиваю, тебе нравится ногти делать? Она говорит, нравится. Я говорю, а как ты себя через год в дальнейшем видишь? А я хочу в больнице работать медсестрой. Я говорю, зачем ты сюда пришла учиться? Мама сказала. Вот бывает и такое. Такие случаи тоже бывают. Но это, склава бога, единицы. В основном люди целенаправленно учатся, с удовольствием и работают, получают результаты. У нас есть телефонный звоночек на номер 3190. Какая красота! Алло, здравствуйте! Алло, здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Елена. Да, Елена, слушаем вас. А я, кстати, по случаю распредоставилась такая уникальная возможность на любимом радио Монте-Карло пообщаться с Татьяной. Так, Елена, общайтесь. Хочется выразить огромную не только благодарность, а самую-самую-самую большую любовь, так скажем, к нашему руководителю Татьяне. Можно даже сказать самому лучшему в мире руководителю. За то, что у нас такой большой дружный коллектив, который с Татьяной всегда мы ездим очень часто, выезжаем на турбазы, на экскурсии. И огромная благодарность и коллективу нашему, что у нас такой дружный коллектив, что у нас такие красивые салоны, которые Татьяна содержит, развивает. И лично-лично, конечно же, нашей Танюшечке Казаевой, нашему руководителю. Вот так. Спасибо большое, Еленочка. Я узнала твой голос, мне очень приятно, что ты сегодня в свой выходной нашла время. Позвонила по телефону 3190. Конечно, такая возможность предоставляется не только лично сказать, а на всю дверь по радио. Какая красота! Спасибо большое, спасибо за добрые слова. А я люблю вас и буду работать для вас. И всем привет. У нас сегодня настоящий Татьянин день, я бы сказала, Татьяна Казаева в студии, радио Монте-Карло, руководитель сети салонов Татиус. Меня зовут Татьяна Ларина, так что тоже так хорошо вписалась здесь в данную тему. Тем более интересна мне и тема красоты, и тема женщины, которая занимается руководством, развивает свое дело уже более 20 лет. И хотелось бы мне вот эти все темы затронуть. Вообще, с чего все началось когда-то, более 20 лет назад? Вы не поверите. Наверное, с того и началось, что я очень любила красивый ухоженный вид. Особенно, наверное, рук. В те годы у нас был только обрезной маникюр, наращивания в ногте еще не было. Это я в те годы, говорю, 30 лет назад. То есть как-то сложно было найти хорошего мастера по маникюру. И я, когда узнала, что в Москве делают ногти, я рванула в Москву. И я два года ездила в Москву, себе делала ногти. И мне так это нравилось. И когда я понимала, что мне это нужно организовать в Твери, чтобы другие люди туда не ездили, а чтобы было удобно здесь рядом. И тогда, благодаря своему супругу Борису, который мне был полностью поддержкой и опорой, который мне помог во всем начинании, я начала этот бизнес. И это уже будет в этом году 22 года как. В 22 года как, да. И как время пролетело, да? Время пролетело очень быстро. Но у нас целая куча воспоминаний, событий и много очень выученных учеников. И, кстати, я хочу сказать, что есть люди, которые со мной работают 21 год. Это Ольга Петрова, мастер по педикюру. Я сейчас назову только ее, потому что мне перечислять нужно будет очень долго. Ну, очень много кто-то 16-18 лет работает. И это целая жизнь, это целая прекрасная жизнь. Эти люди для меня на сегодня являются родными людьми. Настолько родными. И даже когда кто-то уезжает в другие города жить, проработав у меня 15 лет, либо возвращаясь сюда, назад, да, я все равно их люблю. Они у меня все в душе. И всегда их жду. Жду встречи с ними. А были ли какие-то трудности, которые приходилось преодолевать за эти 20 лет? А трудности всегда были. И были, и есть, и будут. Но мы на них посмотрим, посмеемся. Это скорее такое приключение. Любая трудность, это может стать приключением. Конечно. Разные были ситуации. И как руководитель, иногда я нервничаю, иногда я переживаю. Но потом махну на это все рукой, скажу, девчонки, поехали-ка отдохнем на турбазу. И все забудем. Покупаемся в кипеле, попаримся в бане. И все остается позади. Все налаживается сразу. Да, да. Главное, позитивные эмоции и вперед. Интересно, а кем вы в детстве хотели стать? А кем же я хотела в детстве стать? Я не хочу про это говорить. Так. Может быть, еще хотите? Я не хочу про это говорить, потому что на это есть определенные причины. Потому что я этим могу еще стать. А-а-а-а, вот оно что. Понятно, понятно. Ну, я желаю вам успехов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот почему именно Татиус? В чем главное отличие вот этого салона от других? Вы сейчас про название Татиус или же про саму структуру? Название, структура, как это сочетается? И вот в чем главное? Вообще с названием Татиус у нас целая история. Когда я начинала с того, что имя было LCN, то есть немецкая компания. Когда уже пришел переворот, так скажем, в этой индустрии развал LCN, мне пришлось выбирать название своим салоном уже собственное. Я купила тогда подарок, поставила его в салон на видное место, дала всем клиентам задание, кто придумает самое лучшее имя, тому этот подарок. Такой был чечайный, красивый, большой набор. Ну, думали все, думали целый месяц. Это все, в общем, нам названия не подходили. Но затем приносит книжку мне кто-то, Юлечка, до сих пор помню, ага, книга называлась «Имя и судьба», и я ее открываю и нахожу Татиус. Это был такой царь, и в одной из легенд произошло имя Татьяна. И у нас тут быстренько все связалось, и мы поняли, что мы хотим Татиус. Потом это мужчины, это мужчины сильные, которых всех моих девочек, в том числе и меня, пусть оберегает, защищает. Очаровательно. Татиус, поэтому Татиус. Ну что ж, девочки под защитой Татиуса и Татьяны Казаевой тоже. Правда ли, что все женщины в той или иной степени недовольны собой? Вот я смотрю на вас и чувствую, что к вам это не относится. Вот совсем ко мне это не относится, ко мне это совсем. Как вам это удается, эта уверенность? А я стою в 7 утра. О, вон врала! Я стою в 6 утра! Стою в 6 утра, а в 7 утра я уже в зале, в спортивной с Аннушкой. На сегодня с Аннушкой, до этого у меня были другие тренера. Вот, на сегодня я с Аннушкой, мы с ней тренируемся. Потом я иду плавать. Прекрасный тренер Алексей меня иногда тренирует. Вот, спорт. Вообще, вы знаете, когда утром позанимаешься спортом, на весь день прекрасное настроение. А вечером позаниматься спортом не подходит? Ну, знаете, у меня вечером есть другие домашние обязанности. А у меня есть муж любимый, которого нужно накормить, напоить. А это спортом ты занимаешься, пока он спит. Понятно. То есть мужу это позволено. Да. А женщина должна вставать в 6-7 утра. Да. И всегда так? А как же выходные? Нет, выходные, выходные я отдыхаю. Раз в неделю или два? Отдыхаю 10 километров вокруг дома с собакой. За меня тренирует. Прекрасный отдых. Активный, я бы сказала. То есть, вот именно на работу уходит огромное количество времени. Я бы сказала, вся жизнь. А успеваете ли отдыхать вообще? Вы знаете, я, например, очень хорошо отдыхаю. Несмотря на то, что в прошлом году я особо много в отпуске не была. Ну, в Сочи один раз съездила к подружке. Потом в Ялте в гору забралась 9 километров. Спустилась также очень успешно. Но это вот был мой отдых. Если это назвать отдыхом, то есть вот такие вот походы, то вот это мой отдых. Активный. Активный отдых, да. То есть я не люблю пляжи, лежать там, загорать. Нет, это не мой отдых. Мой отдых – это где-то вот спорт и куда-то двигаться, движение. И очень хорошо я себя чувствую в нашей Тверской области путешествовать по нашим городам. Торжок, Лихославль, Вышневолочок. Вы знаете, там есть очень красивые, прекрасные места. Например, в Торжке Бористо-Глебовский монастырь, в который мы очень часто ездим. Это и есть мой отдых, прекрасный отдых. И я человек верующий. Я с удовольствием постою, помолюсь. Диван, телевизор – это точно не для вас. Нет, телевизор не мой. Редко, когда вот программу «Жизнь прекрасно» показывают, вот тогда я ее посмотрю. Или какие-то интересные фильмы, сериалы изредка. На самом деле на это нет времени, потому что я еще люблю печь, я люблю готовить, я люблю закрывать. И заниматься какими-то домашними делами – это мое хобби, наверное. А график у вас свободный или есть четкий план на карте? Нет, у меня четкий план, я должна в 10 утра быть на работе. И дальше тоже? Да, каждый час чем-то заниматься. До шести я на работе. Иногда и в субботу. Я же недавно стишок читала. Я люблю свою работу. Это нормально. Я бы сказала, руководитель – это, наверное, самый занятый человек из всех, вот, кого можно себе представить, да? Потому что должен… Вы знаете, я бы не сказала, что я чтобы занята. У меня есть время и абсолютно есть вот так вот. Если, например, друзьям какая-то моя помощь нужна, я отложу дела. Работа не волк, в лес не убежит. А важно уметь ставить цели в жизни или, скорее, вот, свободно так заниматься делами ради игры и удовольствия? Вы знаете, это, наверное, нужно делать и то, и то, ну, когда-то ставить цели, а когда-то и поиграть. Потому что, когда человек в одном напряжении находится, ставишь цели, идешь, не выйдешь, это тяжело. А иногда это все отпускаешь, и просто так получится. И так классно получается. Интересно. Вот какими еще качествами должна обладать успешная женщина, на ваш взгляд, чтобы добиться всего, чего хочет? Ну, там качества успешной женщины должно быть очень много. Ну, вот, прежде всего, это самодисциплина. Нет, я недавно своему ребенку сказала, если у тебя не будет дисциплины, ты не добьешься в жизни успеха. Причем одному и второму. У меня двое детей. Они о чем уже задумываются, кем станут? Так они уже стали. Уже? Конечно. Я думала, они еще маленькие. Катерина Гримм, очень известный визажист, стилист в нашем городе, который работал у Геерадзе в цирковом шоу. Никита, который закончил МГУ, который закончил золотой медалью нашу Тверскую школу, с красным дипломом музыкальной школы, 2 образования музыкальные. То есть они уже, как бы, Никита у нас сегодня ударился в психологию, он сегодня психолог у нас. Очень интересно. Да, очень интересный такой молодой человек, да. То есть дети у меня уже выросли и были самостоятельны, поэтому, наверное, у меня вообще есть время. Удивительный человек у нас сегодня в студии, Татьяна Казаева. Руководитель, прекрасная женщина, цветущая. И мать, мать двоих детей. Тоже с отличными результатами, кстати говоря. Спасибо. Мы сегодня говорим о том, что такое вообще красота, в частности, женская красота. Она же, это огромное понятие. В которое много всего входит. Красота до кончиков ногтей. Вот о ногтях мы тоже уже подумаем. И не только потому, что скоро весна. Как мы узнали, думать о красоте ногтей можно круглый год. Да-да-да. Ими заниматься. И это абсолютно безопасно и даже полезно в наше время. У нас есть телефон студии 300-190. Звоните, задавайте ваши вопросы. Как вы уже начали делать, молодцы. А мы продолжим. Вот что для женской красоты, пожалуй, самое главное? Ой, вы знаете, это даже, ну, про природные данные мы, конечно, отпускаем. А, наверное, ухоженность. Когда даже, пускай, может быть, ни черты лица, ни красивую женщину, и фигура там не совсем. Но если она холеная, ухоженная, чистоплотная, аккуратная, вот, наверное, вот это вот самое главное. Когда видно по человеку, что он со вкусом одевается, ходит, делает вовремя маникюр, нету ни заусенцев, ухоженные, красивые, живые, здоровые волосы, здоровые, подчеркиваю, потому что еще можно волосы не просто покрасить, а также их полечить, да, сделать определенное лечение. То есть вот видно женщину, когда она ухоженная, и хочется с такими людьми общаться, смотреть, улюбоваться. Я вообще за красоту. Я люблю красивых людей. Я люблю красивых детей. Я люблю красивых мужчин. Я люблю красивых женщин. Нет, любить можно все. Но опять-таки, любишь по-своему. Ребенку любишь так, подругу любишь так, мужу любишь так. То есть любовь, она разная Всех люблю Любовь должна быть в человеке, он ее как-то сам генерирует Да, любовь в человеке Это где-то внутри, в душе В невидимой нашей душе Это вот такое вот прям пламя У кого-то оно маленькое, у кого-то оно большое У кого-то оно однобокое Люблю свою собаку И больше никого не люблю А есть даже такое утверждение Женское счастье был бы милый рядом Ну а больше ничего не надо Вот есть и такой вариант В России, почему-то русские женщины Они очень порой концентрируются Именно на своем любимом человеке На домашнем уюте И все остальное Прости меня супруг, но это не про меня Правда ли, что любовь украшает женщину Да еще как украшает А кто главный в семье? Конечно супруг Мужчина главный, да? Борис, если ты меня сейчас слышишь, тебе привет Я тебя очень люблю Ты у меня самый лучший, надежный, порядочный, крепкий И любимый мужчина Вы же из Ташкента Конечно Может быть оттуда вы привезли такое Уважительное отношение к мужчинам Да, я из Ташкента Я столичная девушка Родилась в городе Ташкент И там училась И там мои друзья были Причем всех уже разбросала Не просто вот, а по миру По миру И там как-то отличаются женщины своим менталитетом Да Да, я даже замечаю, как я здесь отличаюсь Я не говорю, что это хорошо Не говорю, что это плохо Но я вижу, что я другая В каком смысле? Что именно другое? Я боюсь обидеть кого-то Поэтому можно не буду говорить? Пускай об этом говорят другие А мы подумаем над этим Мы подумаем Да, но все равно другая я У нас сегодня Татьяна Казаева, напомню И говорим мы о красоте И о сети салонов Татиус Которая продолжает свою работу Наверное, и по выходным тоже И по пятницам Вот какое время работаем? Часы? А, когда я работаю? Я работаю с 10 утра до 6 вечера А салон Татиус? А салон Татиус работает с 9 утра и до 9 вечера Без выходных Ничего себе Какие работоспособные сотрудники И в выходные У нас девочки работают по смене У них же смена 2-2 То есть и для тех, кто хочет сегодня К нам прийти в Татьюс на работу Пожалуйста, подходите ко мне Мой телефон 8-901-488-06-66 Приходите ко мне на собеседование Побеседуем И я могу вам предоставить Постоянное рабочее место С официальным трудоустройством С выдачей материалов И со своей душой Отлично Все на работу Хватит бездельничать Мужчинам тоже можно, да? На работу Конечно А почему бы нет? Очень оптимистично А вот именно клиенты Могут ли прийти без записи? Или обязательно нужно позвонить и записаться? Вы знаете, вот этот вопрос Как раз таки Спасибо за этот вопрос Он очень хороший Ведь удобно записаться Ведь я только что говорила Что успешный человек Он должен все планировать Правильно? Да И когда человек планирует Что тут я иду к парикмахеру Здесь иду на ногти Там я иду в театр Когда у человека Распланированный день Очень удобно А не так Что с бухты-барахты Естественно Если человек не записался Просто зайдет в салон То мы постараемся Найти ему Мастера Найти ему место Мастера Который поработает с ним С удовольствием Вот И сейчас Вот Особенно сейчас Утром или днем Всегда такая возможность есть Потому что В основном Масса людей Основная масса людей Идет обслуживаться Вечером После работы А с 9 утра И где-то до 4 часов У нас тихо и спокойно Когда можно зайти с улицы И Но опять-таки Это не перед Новым годом Не перед 8 марта Не перед каким-то Большим праздником Перед большим праздником Конечно Запись идет за месяц Кстати Очень многих клиентов Я могу похвалить Что они записывают Сразу на 3-4 месяца вперед То есть они планируют Если даже не получается Они всегда могут поменять Они могут поменять запись На любой другой день Не проблема Но когда человек планирует Это здорово Правильно делают Да и планируете Мы планируем Далее продолжение эфира У нас еще есть Что обсудить Сегодня с Татьяной Казаевой Самое горяченькое Заготовили мы Ну а пока Песня Замечательная песня В эфире Радио Монте-Карло Мы в прямом эфире программы Тема дня по пятницам По пятницам у нас всегда Особенно весело Интересно Мы обсуждаем Самые актуальные Самые Такие же Вытрепещущие темы В том или ином сезоне И люди Из самых разных сфер Бывают у нас в гостях Сегодня мы говорим О красоте До кончиков ногтей Потому что руководитель Сети салонов Татиус Татьяна Казаева Сегодня в нашей студии Татьяна Вот Расскажите Кто потенциальный клиент Салонов красоты Татиус Как бы вы его описали Есть ли исключения Вы знаете Потенциальный клиент У нас в основном Это конечно женщины Женщины Девушки Девочки И даже вы знаете Мне что нравится Что многие мамы Уже с детства Приучают своих малышек Ухаживать за собой То есть уже там Например 10-12 лет Девочки Мама приводит ее на маникюр И тоже девочек Изусенчики И хочется Чтобы они уже с детства Приучали за собой следить Правильно делают их мамы Вот у меня дочке 10 лет Она уже задумывается о том И говорит Мама Пора мне маникюр сделать Вы знаете Я с ней абсолютно согласна Своему ребенку Я первый маникюр сделала В 10 лет А какие-то там Особенные нужные материалы Для детского маникюра Или подойдут те же Что для Нет абсолютно У нас же безобрезной маникюр И особо никаких там Других не надо То есть это пилочка Это борчик Это насадочки Пошлифуют кожицу Вокруг пальчика Детский маникюр Это очень хорошее дело Рекомендую Вот теперь знаю Куда ставить ребенка Еще хочу сказать Еще хочу сказать Что у нас еще Очень много клиентов Ходят мужчин У нас мужская линия Педикюра есть Педикюр мужской Заключается в обработке Пальцев То есть Ноготочков Кутикулы Пяточки Массаж ног Мужчины с удовольствием Ходят к нам на маникюр Причем их приводят Их Жены Молодцы Это же еще и очень приятная процедура Да А жены-то какие молодцы Жены молодцы Заботятся Иногда даже мужчину Вот иди на педикюр Нет Я же Я мужчина Я не пойду на педикюр Да причем здесь ты мужчина Нет Просто поухаживай за собой И когда он придет к нам однажды Он теперь ходит к нам постоянно Это же такое удовольствие еще Да Даже стрижка Она может быть таким Тактильным удовольствием И маникюр И педикюр А может быть еще и на массаж Мужа отправить Это же совсем удобно Да Все можно Ну а если у человека Проблема С трудоустройством И человек не может найти работу То всегда такую возможность Дает салон Татиус Да Мы тут имеем в виду Про работу Про мастера по наращиванию ногтей Мастера педикюра Кстати У меня сейчас освободилось место По педикюру На Новоторской По некоторым обстоятельствам У меня освободилось место Если кто-то хочет Прийти ко мне на работу Я буду очень рада Научим Да Может кто-то уже даже и умеет Кто-то у меня давно учился Сейчас меня слышит Пожалуйста Можете звонить по телефону 300-190 И задать вопрос Я вам на него с удовольствием отвечу Звоните прямо сюда Мы поговорим И скажем Как вам научиться Быть мастером По маникюру Педикюру Как вам устроиться на работу Это наверное не сложно Нет не сложно Прийти ко мне на собеседование А дальше уже будет все ясно Какие программы у вас есть В ходе обучения Программы у нас есть разные Есть индивидуальные Есть групповые По разным Разная цена И разные временные рамки Если кто-то хочет узнать Про программы по обучению Могут обратиться На советскую 45 Корпус 1 В нашу школу обучения Там у нас сегодня Преподает Елена Бобровская С огромным стажем работы Она работает Более 16 лет Уже преподает Вот Наталья по педикюру Преподает Ну Некоторые люди Пока у нас еще в декретном Екатерина Южакова Мастер по художественной Росписи ногтей И также она преподает В нашей школе То есть Можно позвонить по телефону 8901-488-78-78 И проконсультируют И записаться на обучение Айнула, сейчас скажите Можно позвонить 390 Это только что я сговорила Сейчас еще раз повторю Какие проблемы Ну если позвонят сюда С такими вопросами Да, 390, пожалуйста Звоните сюда Мы с удовольствием вам ответим Сразу же Из первых уст Что называется Давайте также напомним Еще раз людям Где находятся салоны Татиус Салоны Татиус Находятся все В центральном районе Видимо я очень люблю Центральный район И один находится На свободном переулке 43-18 Другой салон Новоторская 7 Там у нас Кстати Именно там делают Классные ресницы Любаша Записывайтесь к Любаше Наталья, Татьяна Они делают Обалденные ресницы На советской 41 Салон находится На советской 41 Там делают ногти Также делают ресницы Педикюр Если сейчас там всех мастеров Перечислять То я боюсь Нам времени не хватит Девочки, простите меня Если меня слышите А на советской 45 Курпус 1 У нас находится школа Там чисто школа Где мы обучаем По ногтям И по педикюру Татьяна Мы действительно решили И продаем материалы Татюс Нейл Вот, имейте это в виду Да, там у нас склад Город уже проснулся Люди тянутся к нам И мы столько упоминали номер телефона Что А, вот тут Какая прелесть Новый звонок Алло, здравствуйте К сожалению, звоночек у нас сорвался Ничего 300-190 Да Любые вопросы По салону Татюс По красоте Я думаю, сейчас еще раз наберут Да Обязательно Мы переходим к такой теме интересной Вот я слышала Что у вас есть акции какие-то Есть подарки В салоне Татюс То есть Ну, праздничное настроение Создается не только визуально Но и Какими-то такими событиями Да Каждый год Перед Новым годом Я делаю пожелания гадания Это я сама делаю Для своих клиентов Даже мастера Тоже, конечно, этим пользуются Вы верите в гадания? Пожелания гадания Конечно Не только я верю Верят все мои клиенты У нас в эти дни Волшебный Татюс Ну как Подробнее Вот я вам сейчас один случай расскажу Буквально недавно Перед тем, как Перед Новым годом На неделе за две, за три Захожу в педикюрный кабинет Сидит наша клиентка Я не буду называть ее имени Она и говорит Татьяна, вы в этом году будете пожелания гадания делать? А я уже не хотела в этом году Ну уже столько лет делаю Думаю, дайте мне хоть отдохнуть Это надо сидеть, думать, делать, вырезать Вот Я говорю, а что? Она говорит Сделайте, пожалуйста Мне говорит Вообще Каждый раз, что я не вытягиваю У меня все совпадает И все только хорошее Естественно, только хорошее там пишу Ей клиентке 45 лет Она родила мальчика Мальчику месяц То есть она не могла иметь детей Она вытаскивает в Татюсе пожелания гадания Что у нее в этом году родится ребенок Прибавление в семействе Даже вот такие случаи Их очень много Сейчас рассказывать времени не хватит Их очень много таких случаев У нас в Татюсе И все очень любят такие пожелания гадания Ну 99% всех сбиваются А вы вытаскивали на пожелания гадания? Нет, я у вас еще не бывала Так у нас еще на советской 41-ой не остались Вы можете прийти и вытащить Обязательно Наверное, вас что-то там ждет Тем более Татюс и Татьяна Казаева приносят удачу Мы в этом обязательно убедимся А вы знаете, что сейчас я вспомнила Когда я давала людям на... Кто-то звонит? Нет, у нас скоро пауза Когда я давала задание придумать для салона А некоторые говорили И услышали Татюс Они думали, что расшифровывается Татьяна и успех Татьяна и удача Представляете? Татюс И там очень интересно расшифровывали Мы подумаем об этом Обязательно И обсудим поподробнее Сейчас после небольшой паузы Возвращаемся в прямой эфир К нашей сегодняшней гости Татьяна Казаева Руководитель салона Татюс С удовольствием мы целый час уже почти общаемся Уже обсудили аспекты красоты Послушали вопросы от наших телезрителей Которые звонят по телефону 300-190 И наших радиослушателей Звоните Мы узнали о том, что в салоне Татюс Возможно трудоустройство Возможно обучение Приходите Довольно широкий спектр услуг Татьяна, а я, насколько знаю Вы еще участвуете в благотворительных акциях Причем регулярно Да, мы уже несколько Несколько, много лет Не знаю точно Более 15 лет Ездим в Торжокский школу-интернат Для детей, оставшихся без попечения родителей И мы проводим очень интересные мероприятия Акции с помощью наших друзей Это драмтеатр Павлишин Александр Который нам Дарья Плавинская Которые помогают нам в организации детских праздников Это все мои клиенты Татюса Сегодня у меня есть уникальная возможность Сказать вам большое, огромное спасибо От себя, от всех детей Тех, которые вчера Позавчера мы ездили в Торжокский школу-интернат И дети получили те подарки Которые вы им приносили И те деньги, которые вы скидывали в барабан Мы им купили больше килограмма конфет На каждого в таких красивых Я назвала мешочек счастья И каждому ребенку дали Вы можете посмотреть у нас в группе В инстаграме Это мероприятие Которое засняло нам на сегодня Жизнь прекрасна У нас будет целый фильм Большое спасибо Колосовым Яне и Максиму Которые тоже благотворительно ездили с нами Их камера также снимала все мероприятие Спасибо всем детям Театральной школы Которую преподает Дарья Плавинская То есть спасибо всем клиентам еще раз Просто мне вот Вы знаете, мне сегодня хочется кричать Миллион раз вам спасибо Вы не представляете, какие дети были счастливые Какие они были довольны Когда они получали ваши подарки И у меня вот, я сейчас говорю Прямо мурашки идут по коже Татьяна, и у нас тоже Спасибо и вам за это вдохновение Которое у вас есть Вы его дарите В том числе и в нашем эфире сегодня Что ваш источник вдохновения? Мой муж Борис Любовь навсегда Да, как раз тут все темы затронуты А если у вас какой-то девиз по жизни Который вас вдохновляет Может быть какая-то фраза Есть, вперед Только вперед И только вперед Ни шагу назад Не-не-не-не, только вперед Круто Как бы вы себя описали в трех словах? Я сама себя? Да Красавица Умница Рукодельница И когда вчера Борина сестра позвонила мне в Швейцарии Она только улетела И сказала Передай своей жене, что у нее золотые руки Мне было это очень приятно И красивые руки Потому что Вот про красивые что-то она не сказала А золотые точно Главное, чтобы золотые Вот так вот Человек с золотыми руками И с прекрасным маникюром Уж я-то вижу Татьяна Козаева была у нас сегодня Что пожелаете всем слушателям? Я пожелаю всегда оставаться красивыми Счастливыми Ухоженными Любимыми Жизнерадостными Позитивными В окружении счастья Спасибо Любви Спасибо, Татьяна Пожалуйста А я, Татьяна Ларина Услышимся через неделю Пока Пока